Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее утро! 25 число второго Адара, 28 марта. И мы продолжаем изучать Тору, которая вечная, которая неменяемая, устойчивая, фундаментальная, которая является фундаментом, а весь мир является иллюзией. Эвелевели, сказал царь Саму, суета, суета, пар паров, да, даже не суета, суета, а пар паров вокруг нас. Мы видим, как этот пар, парок, раз сейчас он очень, как-то очень, пар этот активно, активно двигается. Значит, хорошо, но мы, слава Богу, знаем, что за 333 года со дня выхода из Египта и со дня дарования Торы всякое бывало, всякое бывало в жизни мира, в жизни еврейского народа. И, значит, и это пройдет, как еще одно известное высказывание царя Соломона, что все проходит и это пройдет. Да, теперь, значит, ну человек так устроен, что голова, она не может без мыслей, и человек не может не волноваться. Это просто даже удивительная вещь. Если, Мишле мы учили, если пришло беспокойство в сердце человека, то он ее обсудит с тем-то. Да, вот беспокойство надо с тем-то обсудить, только со спокойными людьми, потому что если ты с неспокойными обсуждаешь, то они твое беспокойство еще сильнее усилят. А со спокойными людьми, если ты обсудишь свое беспокойство, они тебя успокоят. Это очень такой хороший совет в притчах. И второй вариант в притчах – отвлечься. Лисахэк там есть – обсудить, или же это же слово, если по-другому прочитать – отвлечься. То есть, если у человека есть какое-то беспокойство, то он должен или обсудить с тем-то спокойным, или отвлечься. Теперь, когда ты учишь Тору, Тора, она похожа на ковчег Ноаха, как Ноах, который, когда весь мир был болен тогда, да, перед потопом, он ушел в ковчег. Также есть такое, ковчег – это тэва на иврите, слово тэва. Не тэва – природа, а тэва. Тэва – это как ковчег, ящик, коробка, тэва. И слово. Слово божественное – это тоже, как тем же говорится, да, тэва. Тэва – это слово. Так вот, можно уйти в слово Торы, можно уйти в ковчег, и когда мы уходим в слова Торы, мы как будто бы уходим в ковчег Ноаха, да, это очень… Через слова Торы мы соединяемся со Всевышним, и так как Всевышний – это шалом, то мы с ним соединяемся. И, опять же, наш урок, чтобы быстрее установился мир, потому что пока в мире идет война, то это включено качество Всевышнего, которое называется… Есть такое, мы говорим в одном из словов – Ашем Ишмил Хама, Бог – это человек войны, да, не человек волны, как бы. Он иногда представляется в виде такого вот человека войны, и, значит, Всевышний, когда включается МИДАТ-1, МИДАТ-1 – это качество Дина, качество суда, то оно проявляется в разных вот этих вот ужасных случаях, да, когда теракт, погибли парень и девушка, проходящая армию. В это же самое время идет война, прям война-война идет, в день там 150-200 ротет в Украине. Значит, здесь теракты уже, да, почти каждый день теракты, но я могу сказать, что слава Богу, да, в любом случае это слава Богу, потому что когда дибнет в день два человека, это слава Богу, что не 20, не 200. Когда дибнет, никто не дибнет, слава Богу, что никто не погиб, это вообще идя, Бог воинц, да, вот так переводят на русский, Бог воинц. Ашем Ишмил Хама, Бог воинц. Ашем Цваот, Бог воинц, вот так, Ашем Цваот – это Бог воинц. Значит, поэтому мы сейчас будем молиться, чтобы Бог проявил себя в своем качестве любовь, милосердие, мир, шалом. И вот если мы будем в этом молиться, просить Всевышнего, то так оно и будет. Так оно в этом мире все уравновешено. Мир не мог бы существовать, если бы все время была бы война. И мир не может существовать, если бы все время, значит, благоденствие, да, потому что тогда нет разницы между войной и благоденствием. То есть Всевышний так сделал, что в этом мире все познается в сравнении, все относительно одно другого. Жизнь, она жизнь относительно смерти, а смерть относительно жизни. Свет относительно тьмы, тьма относительно света. Понятно, да? То есть в любом случае, если мы прославляем Всевышнего, то мы выполняем то, ради чего этот мир был создан. Теперь, как обрести небо на земле. Мы изучаем книгу и отвлекаемся от того, что происходит вовне, потому что внешний мир, он не под контролем человека. Это очень важный момент такой, что сколько и какого качества внешнего мира ты впускаешь себе в голову. Сейчас внешний мир, он врывается в голову человека и врывается через СМИ, через соцсети. Он просто врывается и разносит голову человека, то есть человек не контролирует. Но, в принципе, по большому счету, уверен, что сейчас есть в мире люди, которые даже не знают, что идет война. Я думаю, миллиард человек не знает, что идет война. Может, два миллиарда. То есть два миллиарда человек просто не знают об этом. Я думаю, Африка почти вся не знает, Азия вся не знает. То есть живут себе люди, Индия не знает 100%. 500 миллионов индусов вообще даже не слышали, потому что где они эти индусы? Они где-то там живут в горах, 500 миллионов, и все. У них нет ни телефона у них нет, ничего у них нет. И они поэтому, для них есть война, нет войны, они вообще не знают, что это такое. Хорошо. Значит, как нам впустить небо в свою небо, в свою землю? Книга называется «Обретение неба на земле». О том, что Бог присутствует во всем в этом мире, можно прочесть в философской книге или узнать из реальной жизни, из своих дел. То есть первое, можно понять, что Бог везде из книги. Это чистая теория, да? Чистая теория. Вот мы знаем, те, кто ходят на уроки Торы, они знают, что Всевышний, Творец Мироздания, Он сотворил Мироздание, и Он же в Нем Мироздании присутствует. И все в этом Мироздании, все города, все, что происходит, это все по воле Всевышнего. И Всевышний во всем этом Мироздании сейчас присутствует. И Он, естественно, сохранит и 99,9,9% людей останутся живы. И, к сожалению, к несчастью, будут ранены и будут убиты и будут умершие. В день в мире умирает около 300-400 тысяч человек, умирает каждый день в мире. И просто, вот без войны, без эпидемии, просто ежедневно в мире умирает 300-400 тысяч человек, каждый день уходят из этого мира. И мы молимся и просим, чтобы не было погибших раньше срока, чтобы не было умерших раньше срока, чтобы не было погибших на войне, чтобы не было... Мы молимся и мы страдаем за каждого человека, который погибает, но это процесс Мироздания, который существует тысячи лет, и рождается все равно больше людей, чем умирает. И каждый день рождаются, рождаются, рождаются новые люди, слава Богу, чтобы они были здоровы. Потому что, например, 5 миллионов, я видел цифру, 5 миллионов детей умирает в течение первого года, в течение своей жизни, в мире, за год. То есть, это страшная цифра. Сейчас за всю войну погибло больше 100 детей. Это страшно. Весь мир каждый день кричит, остановите войну, 100 детей погибло. А ежегодно от болезней в течение первого года умирает около 5 миллионов, я читал. У меня есть статистика ООН, здравоохранение. Ну, в миллионах цифра. Может, не 5, может быть, до 5 лет 5 миллионов. Ну, точно больше миллиона. Больше миллиона. Тут 100 детей. Больше 100 детей. Нам всем страшно. Мы плачем, рыдаем. То есть, это жизнь. Жизнь, она... Смерть – это часть жизни. Как говорил Стив Джобс в своей философии, он говорит... То есть, нужно всегда об этом помнить. И царь Соломон говорил, что нам Стив Джобс? Стив Джобс нам вообще ни о чем. А вот царь Соломон говорил, что сердце мудрецов в доме скорби, на кладбище. А сердце глупцов в доме веселья. То есть, это очень такая... Ракурс, да, когда ты видишь... Я из окна все время вижу кладбище. Вот я сейчас урок провожу. Мне прямо видно кладбище. Ара Минуход называется. Гора Отдыха, она так называется. Кладбище Иерусалимское. Есть Ара Зайтим. Это гора... Масличная гора. Это кладбище на Масличной горе. И есть второе кладбище. Называется Гора Аминуход. Гора Отдыха. Вот у меня отец там похоронен. Да, прямо я из окна вижу. Так по прямой где-то километра 2-2,5. Вот такая жизнь. Теперь то, что Бог присутствует во всем этом мире, можно узнать или из книг, или можно из реальной жизни, из своих дел. То есть, прочувствовать это. Если смотреть внимательно, объективно, обязательно придет понимание того, что в процессе построения жизни чудеса совершаются постоянно. И каждое грандиознее раступление вот Красного моря. От того, что мы их не замечаем, они не перестают быть чудесами. Наоборот, их величие оказывается выше нашего восприятия. Например, то, что сейчас происходит в Украине. Вот это чудеса. Никто не верил. До последнего дня никто не верил. Это удивительно. Сейчас анализируя назад, примерно две недели говорили каждый день в СМИ, что Россия собирается напасть на Украину. Америка говорила, разведка их говорила. Прямо писали об этом две недели каждый день. И все как бы, да, не, ну, это нереально. Это нереально, ну, говорили все. Бах, и это случилось. До этого ковид, 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 ковид. Вообще в мир два года сходил с ума. Ковид, сейчас про ковид уже практически никто не вспоминает. То есть мы видим, что Всевышний делает нам постоянно чудеса, а мы все время говорим, не, 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 это какая-то норма. И погружаемся опять в какие-то свои дела, делишки. Удивительно. Хорошо, значит, тот, кто замечает, тот, кто хочет заметить Всевышнего в своей жизни, он его заметит. Это вот, и таким образом обретет небо на земле, потому что Всевышний, это духовность, а наш мир материальность. И когда мы видим духовность в материальном, то тогда это как раз и есть обретение неба на земле. Мы еще, находясь физически на земле, но мы уже духовно, интеллектуально, ментально находимся уже в небесах, хотя мы еще здесь присутствуем. Как Яков был, это он был лестницей, он видел во сне лестницу, которая ногами стояла на земле, а вершина уходила в небеса. Также человек, это он может быть ногами на земле, но мыслями, своими намерениями он уходит в небеса. Теперь, недельная глава Тазрия, она рассказывает, опять же, о законах, о законах, вот эти все язвы, которые, надо было определить, чистые или нечистые. То есть, это, причина этой язвы, духовная нечистота, или же это лишай какой-то обычный, который, который не давал духовную нечистоту, выглядел почти так же, но духовно он был, он был чистый. Это очень интересно. И вот, значит, недельная глава нам рассказывает, и увидел Коэн, его на седьмой день. Здесь очень нам дается очень классный алгоритм, который чисто психологически мы можем использовать в своей жизни. Я даже вот, я все время ищу, что мы можем, ну а что делать-то? Потому что про язвы, про эти мы же ничего не можем делать. Это для священников законы, и сейчас уже этих язв нет, потому что они были только во времена храма. Но тут есть вещи, которые, которые относятся напрямую к нам. Например, если священник не мог определить, это язва проказа или не проказа, он на семь дней на карантин отсылал человека. За семь дней видна была динамика. Если через семь дней динамика была не видна, тогда отправляли еще на семь дней. Второй карантин семь дней. То есть это закон очень простой. Если ты не понимаешь вечером, что какая-то у тебя непонятная ситуация, отложи до утра. Утро вечера мудренее. Утром тебе стало мудренее, но ты не понимаешь, как поступить. Отложи на семь дней решение. Не понимаешь, не решай сейчас, реши через семь дней. Пройдет семь дней, ты смотришь, как меняется динамика, через 7 дней опять, не понял еще, еще возьми 7 дней, я теперь понял, откуда пошла народная мудрость, поговорка, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, вот это вот 7 раз отмерь, пошло как раз из этих 7 дней карантина, когда 7 дней мы ждем, чтобы определить, или это язва, это проказа, и тогда его надо изолировать, или же это язва, она не проказа, значит здесь рассказывается так, и вот значит, и увидит его коин на 7 день, шинит, второй раз, и она, эта язва потускнела, и она не распространилась по коже, и его тогда, коин говорит, он чистый, коин объявляет, вот этот человек, он чистый, миспахат, и это лишай, миспахат, говорите, это лишай, это он говорит, это лишай, это не проказа, это не духовная нечистота, это не заразно, лишай, в эти безбгада в это я, и он омоет одежды свои, и будет чистый, значит, кто омоет одежды, это тот, кто был в карантине, он постирает свои одежды, окунется в микву тоже, и значит все, с этого момента он может возвращаться к людям, он чистый, но если распространится, вот эта вот язва по коже, после того, как было показано, после того, как его показали коину, для того, чтобы очистить, он тогда показан вторично для священнослужителя, значит, в чем тут дело, значит, священник ему сказал, что он чистый, он пошел домой, пошел он домой, значит, она увеличивается и увеличивается, значит, и его тогда увидит коин, и увидит, что она распространилась, вот эта штука, по всей его коже, значит, признает его священнослужитель нечистым, нечистым и скажет, что это проказа, то есть мы видим, что вот это вот зло, да, ну, раз это духовная нечистота, значит, это зло, оно может распространяться, а может и не распространяться, то есть любая ситуация, даже если уже постановление на небе было вынесено, что это какое-то постановление плохое, и там Всевышний раз гневался и так далее, даже в такие моменты есть возможность или усиления процесса, или ослабления процесса, и усиление процесса или ослабление процесса зависит от каждого из нас, потому что влияет духовное состояние каждого человека без исключения, влияет на духовное состояние всего мироздания, поэтому если мы сейчас молимся, просим Всевышнего, Всевышний, останови войну, пожалуйста, Всевышний, останови войну, чтобы война остановилась, и чтобы наступил мир, и чтобы все люди вернулись к тебе, начали тебе молиться, благодарить тебя, радоваться, жениться, рожать детей, прыгать до потолка от радости, и благодарить тебя, Всевышний, за то, что наступил мир, вот давайте чудесным образом, чтобы все поняли, что это чудесным образом, И вот тут вот это интересный момент, что даже когда война становится чудесным образом, есть известная история, когда в Израиле была шестидневная война, и значит, ну то есть это было совершенно чудеса, явные, явные, приявные чудеса. И потом выступал, я слышал, Ицкак Рабин, и в своем выступлении, он был тогда министр обороны, и он в своем выступлении ни разу не упомянул Всевышнего, он сказал, это мы четко все сделали, мы подготовились, это наша армия, наши войска сделали все, молодцы, значит, и ни разу, ни разу не сказал слава Богу, представляете? То есть, когда Бог сделает чудо и восстановится мир, вот тут важно, важно, чтобы мы все, те, кто верят в Бога, чтобы мы везде написали слава Богу, слава Всевышнему, Всесильному Творцу, Создателю, Богу, который дал нам мир. И вот тогда, тогда это будет вот действительно понятно. А так, понимаете, вот люди, которые делают войну, те, кто делали войну, это как раз ярко, как царь Соломон о них в Мишле, в притчах сказал, Лифнейшевер Гаон, перед крушением Вознесения, то есть они, значит, думали, что самые сильные, нападем, сейчас разрушим, захватим и так далее, бах, не получилось, не получилось напасть, захватить, разрушить за три дня, как планировали, ничего не получилось. Перед крушением Вознесения, такие были гордые, вообще гордые, гордые. Теперь, но теперь самое главное, не впасть в такую же гордыню после победы, когда зло будет наказано, вот тут надо сказать, что только божественной милостью, только божественной милостью наступил мир и добро восторжествовало, только потому, что Всевышний дал силу. Потому, что иначе опять будет вот этот же водоворот, Лифнейшевер Гаон, перед крушением Вознесения. То есть главное, чтобы не впадать в грех гордыни и Вознесения, что вот я самый, как в Торе это сформулировано, что вот когда вы зайдете в Израиль, Бог сказал еврейскому народу, и скажете, рукой сильной мышцы простертой, мы захватили эту всю страну. Вот, все, вот тогда раздневается на вас Бог. Все, дорогие друзья, в Израиле, слава Богу, порядок. Пускай каждый из нас наведет порядок в своей жизни, в своей душе, в своих отношениях с Богом, усилится в молитве, в Торе и в добрых делах. И когда мы каждый на своем месте наведем порядок в своей душе, в своей семье, в своих отношениях со Всевышним и наполним себя на 100% вот этой вот божественной силой и принятием Всевышнего, тогда все будет хорошо. Все, удачи, успехов. Всем хорошего, прекрасного дня, наполненного видением того, что Всевышний в каждом, в каждой молекуле этого мироздания проявляется. Все, хорошего дня.